Огромное тоже спасибо, хочется сказать, компании СОВИКомплекс, во-первых, за приглашение, за организацию. Мы в этом сезоне с ними только начали какое-то такое сотрудничество, программу по изучению. Мне всегда интересно посмотреть на сорта, на генетику, потому что я всегда на всех выступлениях говорю, что основополагающей в получении результата в растеневодстве, конечно же, является генетика. Тот сорт, тот гибрид, который вы выбираете именно для своей зоны, то, с чего надо начинать. И мы, как команда агроконсалтинговой агронома Черноземья, когда приходим в новые предприятия, мы начинаем с того, что стараемся подобрать правильную генетику под природно-климатические условия предприятия и под их технологию земледелия. Потому что кто-то все-таки готов ввести интенсивную технологию, кто-то не готов, идет по экстенсивному пути. Каждый считает свои деньги сам. Это очень важно. Начинайте с генетики. Это прежде всего. Во-вторых, я хочу также сказать им спасибо за то, что они ни в коем случае не побоялись, не постеснялись. Когда я им прислал результаты с нашего полигона, они сказали, Данил, показывай все как есть. Потому что мы все понимаем, что опыт, прежде всего, это опыт. И когда-то результат у нас хороший, когда-то нет. Точнее, результаты не всегда хорошие, потому что, опять же, повторюсь, это опыт. Но иногда не те, которые мы ожидаем. Но мы для того и делаем эти опыты, что истину находит тот, кто ее ищет. И наша задача разобраться, а почему произошло так. И еще спасибо АО «Артель», хочу сказать. Это, на самом деле, предприятие. Я езжу от Калининграда до Владивостока по разным хозяйствам. Это предприятие, с которого хочется брать пример в их работе. И я прям рекомендую, друзья, кто с ними не знаком, обязательно съездите к ним на их полигон. Они очень открытые, покажут вам все-все-все, расскажут про себя. Реально очень крутые ребята. У нас есть свой исследовательский центр. Называется он «Полигон Агра», расположен он в Липецкой области, Талицкий-Чемлык, Добринский район. Это третий сезон нашего вот такого опытного дела, глубокого, скажем так. Стараемся подходить максимально серьезно к опытному делу. Видите, как сверху с высоты птичьего полета выглядит наш исследовательский центр. В этом году это было 26 гектар, 7 культур, 273 варианта, 1092 делянки, не считая еще блоков, которые мы для партнеров отдельно закладывали. Все делянки у нас расположены рандомно, в четырехкратной повторности. То есть, ну, стараемся максимально качественно подходить к опытному делу. И сегодня я поделюсь результатами опытов, которые, на мой взгляд, для меня были максимально самые интересные. Опять же, не хочу уходить чисто в опыты, которые у нас по полидону. Вы это все еще увидите, узнаете. Мы также в своих соцсетях будем про все опыты рассказывать отдельно. У нас будут записаны подкасты. Сегодня поделюсь информацией касаемо блока питания, потому что, ну, в этом направлении я чувствую свою экспертизу, так сказать. Занимаюсь этим уже, там, порядка 10 лет. То, с чего мы всегда начинаем, когда разрабатываем техкарту по питанию. Это, прежде всего, почвенный анализ. Потому что, ну, мое глубокое убеждение, что не понимая, что у нас в почве, очень сложно стрелять вот это, что из палки в воздух и что-то пытаться подобрать, разобраться, какими элементами питания мы будем пытаться влиять на культуру. И тоже недавно прочитал где-то, не помню, в комментариях, в интернете, в каком-то из чатов. Не моя мысль, но очень верная. На самом деле, если мы с вами разберемся, вот, ну, помимо генетики, вот дальше вся техкарта, которая строится, все, что мы с вами делаем на поле, это делается для того, чтобы сохранить питание для растений. Мы делаем гербицидную защиту для того, чтобы убрать конкуренцию, да. Мы обрабатываем фунгицидами и инсектицидами, чтобы растение не стрессовало и не тратило дополнительные органические вещества на свое восстановление. Мы вносим минеральное удобрение, делаем почвоподготовку. Все это делается для того, чтобы у растений было максимум возможностей для питания. Касаемо нашего полигона, это результат почвенного анализа непосредственно блока по сою, который мы, где мы сеяли блок сои. Мы видим, да, просадки, мы не смотрим здесь на анализы по азоту, потому что по азоту вообще в целом я как бы не сторонник сильно углубляться. Там достаточно сложная методика отбора самого анализа, поэтому здесь как бы мы на него не смотрим. Но мы понимали, что у нас есть просадки по серии, по некоторым микроэлементам, фосфор, там, скажем так, органическое вещество в пределах нормы, ну, в средних нормах. Какие были у нас? У нас был блок сорта испытания. В блоке сорта испытания у нас было порядка 19 сортов и импортная и отечественная селекция. И так вот получилось, что очень вовремя мы с Дарьей Владимировной созвонились, она говорит, да нет, ну, линейка соевого комплекса, надо сеять, надо сравнивать, смотреть. И у нас было 10 сортов своего комплекса и 9 сортов еще других различных компаний. Но вот такая техкарта, то есть, чтобы вы понимали, что у нас было, технология достаточно экстенсивная, мы с осени никаких удобрений не вносили, весной перед посевом мы никаких удобрений не вносили, инокулянт у нас не сработали. Кроме двух сортов, самое интересное, но там получилось так, что ребята, которые нам давали эти семена, они привезли их уже в своей протравке. То есть, ну, опять же, мы их не можем уже рассматривать, скажем так, в рамках этого опыта со всеми вместе. Они у нас подвыбились. Дальше, влагозапас. Влагозапас всегда обязательно проверяем. Порядка 135 миллиметров у нас накопилось в метровом почечном слое. Это хороший показатель для слоя. Мы помним то, что, ну, кто с центрального черноземья помнит, что осень была, прошлая осень, достаточно богатая на осадки, снега выпало достаточно много. То есть, по влагозапасу было неплохо. Но в течение периода вегетации, с момента посева, всего 103 миллиметра у нас выпало. И, ну, это, как бы, конечно, не то, что хотелось бы. Схема защиты у нас наши партнеры, компания ФМРУС, по данному тоже проекту, в основном схема защиты была их. Отчасти пришлось, конечно, работать много нам с спецтехникой, потому что в моменте не получилось у нас работы с наземной техникой. И это тоже, как бы, повлияло, скажем так, частично на результаты. Что мы получили в блоке сорта испытания? В блоке сорта испытания урожайности у нас от 25 до 36 центнеров скаканули. То есть, ну, это реальные данные, как бы, которыми мы с вами делимся. Мы определили для себя те сорта, которые, там, скажем так, ушли за 30, а не практически все, да, там ушли за 30, которые потенциально очень интересны. При том, что технология достаточно была экстенсивная по питанию, напомню, и по влаге, как бы, ну, тоже не прямо уж так сказать, что нас это очень сильно радовало. Плюс момент того, что по... У нас была сильная просадка по серии. Но мы не стали ничего до вносить. То есть, это планы на следующий сезон до вносить те элементы питания, смотреть на более интенсивных фонах сорта, которые нам сейчас, ну, скажем так, мы выберем для себя в плане топа. Но самое интересное, что, когда мы начали анализировать сорта других компаний, и импортных, и отечественных, которые тоже были у нас в блоке сорта испытаний, ни один сорт, к сожалению, в этом году не показал белка выше, там, 35-36 на СВ мы не получили. Вот конкретно в блоке сорта испытания. Ни на импортных сортах, ни на отечественных. Поэтому, как бы, год очень интересный в плане вообще получения протеина. Что на это повлияло? Мы сейчас вот как раз-таки тоже с коллегами софтели обсуждаем и прорабатываем, скажем так, различные гипотезы. Но это заделка на следующий сезон, закладывать опыты, смотреть интенсивность и, скажем так, пытаться, пытаться все-таки раскрыть потенциал наших отечественных сортов. Далее. Далее у нас был общий блок. Так тоже получилось, что мы не были на тот момент с компанией «Соевый комплекс» знакомы. У нас еще есть у агрономов Ченоземия проект, скажем так, свой по сельхозтоваропроизводству. Мы тоже немножко пошли в семеноводство и пошли, естественно, в семеноводство «Соевый». Там, где сейчас можно денежки заработать. На тот момент, как бы, единственное, с кем мы смогли что-то как-то договориться, это была Орловская селекция. Мы взяли сорт «Мезенка» на размножение и, естественно, на нем закладывали много опытов. Основной блок, то есть по опытам, у нас был на данном сорте. Я сейчас, ну, как бы, не прошу вас привязываться конкретно к данному сорту, я просто хочу обратить ваше внимание на два опыта, очень серьезные, которые, кто приезжал к нам летом на полигон, видели это воочию, все просто, ну, как бы, замирали с открытыми ртами и говорили, мы очень ждем результата. И вы, на самом деле, сейчас будете первыми счастливчиками, скажем так, которые узнают результаты тех опытов, про которые я сейчас расскажу. Мы еще никуда публично их не выкладывали, нигде не рассказывали, нигде цифры эти не показывали. Так вот, касаемо общего блока, ну, там также 101 мм, там выпал по осадкам, все то же самое, как бы вся ситуация, то же самое. Единственное, посеяли мы его попозже, 21 мая мы только смогли посеять. Первый, скажем так, опыт – это карбамид. Так как у нас не сработали инкулянты, абсолютно нигде от слова совсем, стал вопрос, чем нам подкормить сою в течение вегетации в плане азота. И это один из самых, на самом деле, частых вопросов, которые тоже сельхозтоваропроизводители задают и спрашивают, каким количеством азота, карбамида там, допустим, или что, что можно сделать. У себя в производстве, допустим, я делаю как? Я стараюсь выждать дождь, если он, как бы, даст бог, приходит, мы кидаем селитру под, скажем, под дождь. Если, естественно, дождя нету, то вариантов других не остается, мы переходим на карбамид. И тут тоже частый вопрос, а какой дозой карбамиды максимум можно отработать сою? Ну, и вообще-то и других культур тоже самое спрашивают, какой дозой максимум можно отработать. Поэтому мы взяли и решили сделать вот такую обработку, 30 килограмм, 20 килограмм, 10 килограмм и оставить контроль. Причем мы эту обработку проводили дважды. Один раз мы ее провели в цветении, сделали это намеренно. Причем самое интересное, то, что температурный режим в это время у нас доходил до 37 градусов днем. То есть это был период, когда 2 недели стояла аномальная жара. Мы отработали, мы, правда, работали ночью, но, тем не менее, мы понимаем, у всех всегда есть опасения, что у нас даже ночью температура опускалась 25 градусов. Мы отработали вот этими дозировками. Плюс мы повторили эту обработку уже в налив. Повторили ее в налив, что получили по результату. В плане урожайности, ну, скажем так, разница урожайности получилась порядка где-то там до полутора центнеров доходила. Сказать, что там погрешность, ну, скорее всего, как бы, не могу сказать, что это прям какая-то вау-разница. Но, с другой стороны, мы увидели прям приличную разницу массы тысячи на 20 и на 30 килограммах обработки. Ну, точнее, даже на 30, то есть масса тысяч подросла. В плане белка, тот вопрос тоже, который часто задают, белок тоже у нас там на пару процентов подрос, там, где мы 30 килограммов два раза обработали. Вот данные, которые мы получили с обработки по карбамиду. Сказать, что прям это тот эффект, который мы бы ожидали, мы, конечно, ожидали, наверное, немножко большего. Связано это с тем, что, может быть, не хватило как раз-таки той серы, которая у нас в почве, просадка по сере сильная, есть вероятность. Но это, опять же, пища для размышлений. И, как бы, для нас в следующем году заложить подобные опыты, поиграться еще с комбинациями, добавлять уже что-то к карбамиду. Самый главный вывод, который можно сделать, то, что, если у вас проблемы произошли на этапе инокуляции, не образовались клубеньки, вы не вносили азот перед посевом, в целом, подкармливать карбамидом высокими дозировками, вы можете спокойно. Еще раз повторюсь, а, ну, не повторюсь, а уточню. Норма вылива 200 литров на гектар при вот этих дозировках. Хочу на следующий год прям сделать еще побольше, как бы, там, ну, концентрацию повыше, потому что 200 литров в целом, как бы, ну, все хотят сейчас, потому что все экономятся, считают деньги, концентрацию попробовать, там, 150 литрами, может быть, поработать. Следующий опыт, про который тоже хочется рассказать, этот опыт, он у меня давно зрел в голове. Первый раз я о нем задумался, когда был на Дальнем Востоке, и там такая проблематика, крепление нижнего боба достаточно низкое, и часто, да, там, фермеры обращаются, что есть ли какой-то вариант поднять боб, крепление нижнего боба повыше. Я объясняю, нет, это генетическая особенность, как бы мы там не пробовали играться пока что с фитогормонами, есть идеи, как поработать в этом направлении в плане фитогормонов, но пока вот каких-то ощутимых результатов мы не получали. Мысль другая тоже в голове родилась, а почему никто не работает регуляторами роста? Тем более у нас был индетерминатный сорт, кто-то может тоже сеять у себя индетерминатные сорта, знаем, да, что они тянутся у нас, растут постоянно, и есть ли вариант какой-то разветвить индетерминатный сорт? Такая мысль возникла, слава богу, у нас есть наша площадка исследовательская, где мы можем играться как хотим, я говорю, а давайте попробуем. Это фотография с летнего семинара, когда мы проводили его по сою, вы видите, да, делянки, которые вот они определенно выделяются, как раз рандомно они расположены, это делянки двух, скажем так, регуляторов, которые показали интересный результат. Так, это прям наглядная фотография, как выглядела соя, обрабатывали мы ее в фазе бутонизации, и, ну, я действующие вещества оставил, то есть я взял базовый, там, хлор-микват-хлорид, отработали им, мипикват-хлорид с перакластрабином, ну, я думаю, по ДВ все поймут, какие препараты, не буду. Нормы базовые, то есть, честно, давайте сейчас врать не буду, выложим все в Телеграм, то есть все это расскажем. Ну, базовые нормы, которые идут, регламентированы, которые регламентированы на зерновых, ну, производителям, скажем так. И два продукта, которые показали, ну, это видно и визуально, то есть, да, прям, это были реально ступени на делянках, хлорэтилфосфоновая кислота, то есть, ну, это фитогормональный продукт на основе этилена, и тибуканазол. Тибуканазол, он тоже был там в смеси с перакластрабином, но самая такая главная мысль по поводу тибуканазола, кто, если есть кто-то с Сибири, знают, там прям это стандартная практика, рапс, ребята придушивают, скажем так, и разветвяют с помощью тибуканазола. Я такой думаю, ну, а может быть, тибуканазол это себя покажет, и показала, какие, ну, это вот наглядно, как выглядело по отношению к контролю соя, вот, допустим, да, там, тибуканазол, она была ниже, она реально разветвилась. Это интересный ход. Я такой думаю, блин, круто, как сработало. Сейчас вот все, теперь выстрелит мы на, вот, где-то на пороге какого-то великого открытия. Считали биологию, считали биологию, смотрели и высота растений, да, она значительно была ниже, по отношению, ну, вот, там, к трем вариантам, скажем так, ну, контролю тем более. Увеличилось среднее количество улов, конечно же, за счет того, что она разветвилась. Но среднее количество зерен в бобах не увеличилось, то есть оно осталось на одном уровне. Что же мы получили из-под конвайна? Есть предположения? Как думаете? Урожайность подросла? Совершенно верно. Смотрите, по урожайности даже у нас там, чуть ниже, ну, все в пределах погрешности, то есть примерно все осталось на одном уровне, за счет чего масса тысячи была прямо на этих двух вариантах значительно меньше. Значительно меньше. Но есть один момент, который меня на самом деле зацепил. Первое, то, что нам все-таки получилось реально сократить высоту сои и разветвить ее. Дальше, чего нам не хватило? Я напоминаю, вы видели, да, результаты почвенного анализа и влаги. Нам не хватило интенсивности. Следующий, то есть шаг, что нам надо сделать? Совместить интенсивность, вот то, что мы с карбамидом сделали в этом году, и вот этот агроприем. То есть это, опять же, задел на следующий сезон. Попробовать ее, скажем так, накормить, хорошо зарядить интенсификацию, и рост регулятором, скажем так, ее чуть-чуть придавить. Посмотрим, что нам это даст. Это для нас такая интересная вещь. Делимся вот такой информацией. С вами мало ли, вдруг кто-то захочет у себя тоже на полях поэкспериментировать и попробует. Может, кто-то интенсивно очень ведет выращивание сои и тоже сталкивается с проблемой того, что она полегает, либо там, скажем так, вымахивает сильно вверх. Вот это как один из вариантов, как можно ее подразветвить. Наши соцсети, там полно-полно информации, в том числе с нашего полигона. Мы все показываем, рассказываем, всегда делимся открытой информацией.